В субботу вошел в синагогу и учил. И дивились его учения, ибо он учил их как власть имеющие, а не как книжники. Никакой тайны нет. Пришел и учил. Это мы сегодня так изображаем Христа с длинными волосами. Какая одежда. Он выделяется от нас даже внешним видом. Но когда он был здесь на земле, среди Ивлеев, он никак не выделялся. Он один из них. Можно было признать его моралистом, учителем. Но за Бога признать, это выше сил было. Да и так понятно. Бог невидимый. Постоянно об этом говорится. Моисею было сказано, что невозможно остаться живым, если кто Бога увидел. Показывал себя только с задней стороны. Однажды такое было. Это было сказано Моисею и пророку Ильи. И потом они увидели Христа в преображенном виде. Именно эти люди. Но Бога, который невидимый. И написано, что никто никогда его не видел. Но они его отвечать должны были не только по жизни. А в первую очередь по учению. Здесь написано, что и учил их, и дивились его учению. Ни жизни его, ни виду его, ни за кого он себя выдавал, дивились его учению. Смысл в том, что мы делимся его учением или нет. Мы одни из всех, которые там находятся. Мы сильно переносим сюда, как Христос вчера, сегодня и вовеке тот же самый. И так говорится в Писании. Но если он то же самый, мы делимся или нет. Какие вообще мы учения знаем? Жизнь-то ведь идет, и ты не заметишь, как она кончится. Но когда дети к самому старому человеку и спроси, как прошла жизнь, как он заметил, ничего не заметил. И я могу сказать о себе, как будто это вчера все было. А то, что запомнилось, слова какие? Человеческие. Они стоят все еще в голове. А божественные. Если мы изучали разные учения, из-за этого изучения Христа, можно ли было сделать такое сравнение, что небо и земля, слова мои, Христос говорит, как небо от земли отличается. Мысли мои, не ваши мысли. Не разучились ли мы удивляться его учению? Во втором послании к калитрам 4.2 говорится. «Но отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости, и не искажая злого Божия, открывая истину, представляя в себя совестью всякого человека перед Богом». Не искажая злого Божия. Отвергнуть злые дела, это понятно. А при чем здесь искажая злого Божия? Потому что его более всего искажает. Можно жизнь свою скрыть, что я не такой. Приехал сюда, кто знает, что я вор, кто знает, что я плыву в городе, а здесь от меня и не пахнет. А суть, главное заключается даже не в этом. Это все грехи, последствия того, что искажается Слово Божие. Где Слово Божие преподается в чистом виде, там все остальное выгорает. Бог сказал, этого делать нельзя. И вот все читали сегодняшнее чтение. Люди начинают говорить, я принадлежу Павлу, Кифе. Апостол Павел прямо перечисляет. И говорит, а разве я за вас распялся? Авторитет Христа, он послал меня не крестить, а благовествовать. Что именно благовествовать послал? Я не знаю, из 18 тысяч священников сегодня русских. Кто может прямо сказать это? Ну в России было 180 тысяч, в 10 раз больше с монахами. Кто сказал? Ну мы можем узнать назначение своей жизни. Какое? Я могу сказать. Потому что я обратился к Господу, уверовал и понял, что ничего нет слаще Христа. Для меня жизнь Христос. Что вне Христа я видеть не хочу. Все почитаю за сорт, хотя я имею преимущество перед другими людьми. А то Павел говорил, твоими словами они стали. Ты видишь, чем ты отличаешься от других людей. А что я решил знать? Знать только Христа и никого, кроме Христа и его учения. Вот у нас вышел трехтонник Нового Завета. Без откровения это все принадлежит Сеофилату. Ведь минимум 900 лет этому труду. И никто ни разу не сделал никаких комментариев. Просто перепечатывает и все. Я сделал комментарий. Это было сверхнеобычно. Да как он посмел? Да как коснуться? В считали все смотрят. Я коснулся только момента, где он, Филак, говорит об учении Христа. Насколько оно важно. Как важно проповедовать. Пробовать это семя. Семя ты не сеял весной, у вас сегодня ничего не будет. Ну ты это понимаешь. Наши городские люди имеют дачу. Все знают, не посадил, не вырастет. И я не два раза, а 297 комментариев даю. Ты же понимаешь, что это за цифра. В каждый комментарий я обкладываю слова святых отцов. Все говорят о необходимости проповеди. Чтобы люди не делились учения Христа. О нужности. О невозможности жить духовной жизнью, если ты не считаешь. Я только толкование беру. Я и само Слово Божие. И никто этого как будто не видит. Но ты представь, что 297 раз. Я криком кричу, надо проповедовать, надо говорить. Стоит рядом с Филактой, я у него как подпевала, какой сбоку. Я его слова только расширяю и говорю. Вот эти слова подтверждают Золотауство. А вот эти слова сказал Григорий Богаслов. Вот это и прием, Сирин. А вот это у нас все не сходится. И как забунтовали, он исказил, я. А что я там исказил? Ну ты нам покажи конкретно. Я сказал, что жизнью своей мы исказили Писание, исказили толкование. Грехов много. Люди отделяют смертные грехи семь. Сегодня насчитывали уже не семь, а десятки смертных грехов. Смертный грех один, только один. И этот грех, он как вилка, натрия, рожка идет. Первое. Это неверие в Слово Божие. Из неверия идет хула на Духа Святого. Отрицание Бога. Ты сам себе скажи. Веришь ты в Слово Божие? А я верю, что Бог есть. Прекрасно. На своей стороне все демоны стоят бесы. Бесы веруют и трепещут. А человек и не боится, считай. Он не трепещет. Когда Бог сказал, написано, Сатана затрепетал и отошел. Снова искушение на горе, три искушения. И опять Христос написано, затрепетал и отошел. А человек и не боится. Значит, Иоанн Затумус говорит, хуже демонов люди ведут себя. Дивились учению Христа. Дивились. Но они приняли. И распяли. И убили. И поносили. И по сегодняшний день. Все, что говорил Христос, превратно перетолковано. Мы знаем, что Он будет судить. И мы знаем это не только из Писания. Внутренний наш Дух нам свидетельствует. Деяния апостолов 6.10. Но не могли противостоять мудрости и Духу, о которых Он говорил. Мудрость от Духа Святого. Я вам постоянно говорю о том, что надо обучиться, молиться своими словами. Нам молитву пока никто не составит. О чем вы вчера говорили? Включайте все это в молитву. Не просто о путешествующих, о болящих, о здравии. За упокой души. Открой ум к разумению Писания. Молите, Господь говорит. Молите, Господи нажат. Он прямо подбуждает. Молите. Ну откройте Писание. Ну где эти молитвы у нас здесь? Чтобы стоял священник, поднял руки и молился. Люди Божи, молите, что у нас нет делателей. У нас, если кто уверовал, ускоряло монастырь за стену спрятать, заточить его. Чтобы он оттуда не вышел. Мы идем в совершенно другом направлении. Ян Затаус просто объясняет. Вот представьте, человек, который никогда бы нас не видел, как мы живем, христиане. Он имеет в виду Константинополь. Ну а мы, скажем, в Барнауле потеряем. И потом он стал читать Евангелие, почитал, учение Христа узнал. А потом пришел на нашу жизнь, посмотрел. То не подумал ли он, что лучших врагов Христа не найти? Самые ярые враги это мы. У нас все не так идет. А как выйти из этого положения? Слезные покаяния. И сказать, научи нас молиться. Ученики говорили. Значит, учиться надо молиться. Христос сказал больше наш, да приди царство твое. Какое царство? Где оно? Как преобразится? Засияет. Ведь мы то, что сейчас сделаем, это не просто не знаем, а украшаем тень. Вот тень на земле есть, на нее венец пытается надеть. Я подумал, с чем можно сравнить? Только так. Учение Христова. Христа-то не знает, тень Христова украшает. Христос призывает всех следовать за Ним. И если его мы не знаем, то все наши молитвы, они только воздух сотрясают. Что он отвечает к православному богослужению? Я не раз думал, называть небо на земле. Литвуги, согласен. Для кого? Ничего не оспаривают. Если это небо на земле, но для кого? Для возрожденных? Возрожденных нет. Мы тень украшаем. На земле надо бы на благовестность. Павел говорит, меня Бог послал не крестить. Священники собираются, а сколько у тебя крещения было? Столько-то, а сколько крестили. Их крестить послали. Все стали баптистами. Баптист означает креститель. В переводе это русский язык. А литургия это небо на земле. Она для святых. Почему говорят, это отношенные изыдители? Ну, нежели непонятно. Дверь открыта для всех. У нас смысл литургии потерян. Мы как-то привыкли, что нас соглашены, их выводят. У нас соблюдаются. А вот мы сейчас съездили в районный центр и посмотрели. Стоишь только руками, взмахнешь. Что же это делается с нами? Ни Писания, ни Христа люди не знают. А вот заворочено, как молотилка. Бикина летит. Поп что-то там стоит, бормочет. Кто-то помогает ему. Какие-то возрасты спрашивают. Что ни один человек не знает. Стоит женщина с ребенком на улице. В брюках одета, накрашена, в украшениях. Я говорю, это кран-то нельзя заходить. А я и не буду заходить. Но вы же пришли. Я ребенка принесла. Мы вчера его крестили. Конечно, не погружение, ничего не было. Мокрой ладошкой поп занял ему лоб. И сказали, сегодня прийти, что-то еще ему дадут. Она не знает, что дадут. Это причастие. Я не буду заходить. Совершенно неверующие восприемники стоят тут, шагуют. Вчера его восприняли. И Богу сказать нельзя. Он сразу говорит, ты что против? Ты еретикт, ты сектант. Он начинает, как самый ярый распинатель Христа, поносить учение Иисуса. Он враг. Лютый враг. Волчара. Лютые волки восстанут среди вас. Будут говорить привратно. И задача какая увлечь за собой, чтобы им верили. Павел, как ты мог так сказать? Ты же обижаешь. Это наша ляда, как заговорит. Личность человека, конвенция прав, оскорбление личности. Павел не боялся, как Златарус. Он резан и резан, чтобы вырезать весь этот гной и все это гнилье. Сегодня нет искренних проповедников, которые Слово Божие несли бы, невзирая на личность. Собираясь в архиерейский собор, ни одного слова пророческого нет. Я сижу с материалами. Мне Бог дал такое в жизни. У меня ничего нет. Я один сижу. Меня обеспечивают, кормят. Я только этим занимаюсь, чтобы вам потом дать вот эту духовную пищу. Тревога, страшная беда грядет на Россию. Это потрясение будет хуже революции. Это хуже репрессивных 37-х годов будет. Потому что то уже было учителем для нас. Ничего не поняли. Опять заблокировали народ. Слово Божие не нужно. Бьют славянский язык. Даже минею выпустили на зеленого цвета. А кто их? И буквы написаны похожие на русский. Они кривые. И на это нападают. Слова славянские. Но буквы, шрифт. Так они поставили шрифт менять. Бракобесие. По-другому никак не скажешь. Живой Христос пришел. Что вы ищете живого среди мертвых? Дайте людям понятное истинное Слово Божие. И дивились его учению. Иоанне 9, 21, 22. И все слышавшие дивились и говорили. Не тот ли это самый, который в науне Усталиме, призывающих имя сие. Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и везти их первосвященникам. А Сау более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Не молчать надо, а говорить, доказывать. Молчание это последствия неверия. Вспомните Захарий. Он не поверил, снова и Бог ему язык отнял. В одну пищу переворачивать больше, никому ничего не скажешь. Это же пример для нас оставлено всем. То, что все молчат, это доказательство неверия. Вот на Украине сильно бурно развита она его пятидесятничество сейчас. Я говорю, а с чего ты начинал? С чего? Я вышел на площадь, стал говорить, а одна подошла бабка, поверь, и вот пришла. И что ты ей сказал? Я сказал, баба, 12 человек, чтобы ты привела. У них закон. Кто обродился у них, покаялся? 12 человек каждый обязан привезти. Она имение все раздает, все сережки, все сняла, золотишко свое подобрала. Найди любую бабушку привезти, она с родственниками работает. Каждый на 12. Представьте, как атом расщепляется. Ну, кому из нас поставил в священниках на Испании, где такую задачу, привезти 12 человек? За 2000 лет этого не было. Вот и стой и молчи. Стой и молись. Да молитва, это уже последнее, когда ты обратился к Богу в литургию. До этого надо линей вести. Идите и благовествуйте, и идите и проповедуйте. И идите и говорите. И Павел всем начал доказывать. Савл, еще и будущий. У него грамота. По-нашему сказать, ректор. Духовный университет, прокурор республики. Как угодно его можешь назвать. И вдруг все в голове переменилось. За три дня. Ну, было такое. И сейчас есть. Бывает, к нам приходил один, и сейчас уверовал. А где он? Ну, а где он сейчас? Ну, как работал, так и работает. Павел все потерял. Кто обратился из начальствующих сегодня православия, который стал проповедником? Пошел. Не знаю, баптисты могут показать. Адвентисты могут показать. Он говорит, вот этот человек у нас, это профессор с Венгрии приехал. Один из самых знаменитых. Теперь благовествует. Он сразу пошел. Мы в сравнении с самыми негодными сектантами по всем статьям проигрываем. Единственное, что надеемся, что у нас есть священство. А если Господь скажет нам такие слова, что мы все это имели и вели себя хуже, чем не имеющие, вот горе-то где будет. Евреям 4.12. Сектанты неправильно работают. Они их к себе тянут. А куда они его должны тянут? В католичных это повезти? Ты считаешь сектанты, они прямо ничего не знают. О Христе знают. Ему доказали, что Иисус есть Христос. Я разговариваю с этим бывшим наркоманом, сектантским. Я не могу проверить, насколько он изгленно верит. Он не пьет, не курит, все остальное знает о Христе, пришел ко мне на занятия с Библией. Теперь у православных, вот у нас бывший наркоман. Кто? Да никто. Он какой год такой есть, а перестал, допустим, наркотики принимать. Он и покуривает. А если этого не делает, живет обыкновенной мирской жизнью, третий раз женился или еще что-нибудь. Ему Христа не показали. Ему негде было положить на алтарь жертву. А жертва это своя жизнь. Он Христа не знает совсем. Он батюшку знает. Я с батюшкой близко познакомился, я ему помогал, он дачу строил, мы совсем близко познакомились. А со Христом ты знаком? Ты знаешь, как Христос очищает, как он выжигает? Это разделение души и духа, составов и мозгов, составов, рук, изгибов. И все переменяет до разделения. Кто нам разъяснил, что наши мозги набекли в храме? Что их надо выпрямить прямо по Христу и идти? Ведь нет этого. Учитесь дома сами молиться. Научи нас молиться. Мы нуждаемся, Господи, чтобы ты в нас присутствовал, ты вел нас, ты просвещал, останавливал, обречал. А через кого? Может самый неприемлемый тобой человек придет и скажет тебе, ты сразу это прими. Он сказал, может и неправильно. Исследуй, посмотри, а может в этом что-то есть. Иеремея 23, 29. Слово мое неподобно ли огню, говорит Господь. И неподобно ли молоту разбивающему скалу? Есть чему поделиться за Слово Божие. Какой бы ни был твердолобый, Слово Божие разобьет. Неподобно ли? Какое оружие отняли? Меч отняли. Стали образовывать полки Пресвятой Богородицы. Полки Архангела Михаила, Колчакшего воевали. А что мы должны делать? Выход один. Мы это заслужили. Исклонить голову под меч. Другого выхода не было. И тогда, может и 1937 года не было бы. И красный террор бы закончился. Не стрелять, а молиться. Меч в руках у кого был? У вождей Белого движения. Скажите, у кого этот молот был? Ушли, да, говорят, они бежали за границу. Можно сказать, бежали. А можно было назвать мисходом. Потому что ушли с целой армией. Это не бегство. Это был исход. Когда Москву сдавал кутузов, это не бегство было. Это был исход из Москвы, чтобы потом дать сражение. Они ушли, накапливали силы, а дать сражение так и не смогли. И вдруг на арене появился Гитлер. Сразу с ним соединились. Это освобождение от большевистского игоря. Куда пошли? А сегодня не знаете, что делать. И глава за убежьей церкви приветствовал Гитлера. Митрополит Анастасий. И сегодня везде этим подтыкают. Конечно. Дело прошлое. И все-таки. Это все может повториться. Там они за границей не осознали свою миссию. Их миссия заключалась в благое и вествовании. Не православия, а Христа. А мы, говорит, показали им традиции православия. Храмы какие начали строить везде. Говоришь с ними, они не понимают даже, о чем говоришь. Иоанн 7, 26. Служители отвечали, когда пришли, побыли около Христа. Никогда человек не говорил так, как этот человек. Сколько мы знаем в сравнении с тем, что дал Господь. Что это стоит? Умеем ли мы все остальное поставить ниже? И в разговоре с человеком оперировать чистыми стихами Священного Писания. Так написано. От православных этого не услышишь. Вот мы остановились напротив Покровского собора. Стали беседовать. Все почти бросаются. Кто совсем редко ходит, тот еще слушает. А остальные бросаются. А кто благословил? А епископ вам дал это благословение? Они неверующие. Епископ? Ну какой епископ может благословить или запретить, когда мне дало это поручение? Он ко мне никакого отношения, епископ. Тем более он не мой. Священник подошел, послушал, видно расположил. Конечно, вам хорошо. Вы, вон, как Писание знаете. Да как же мы Писание знаем? Семинарии не учились-то. А то священник нам говорит их. Но если ты признал, что это хорошо, это без лукавства, научи свою паству. Вы же видите, все рассыпается. Никого нигде нет. Ибо я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, не противостоять всем противящимся вам. А в чем премудрость? В знании Слова Божия. В правильном его понимании. Он дает. И об этом должна быть молитва. Господи, дай мне этой премудрости, разумеет Писание, чтобы никто не противостал мне. Нет этой молитвы. Ну посчитайте любой акафист. Это же, ну не пять минут его читать надо. Эти слов, пятьсот примерно, акафистов, и нигде этого нет. Акафистов включает в себя период минимум полторы тысячи лет. И нигде молитвы этой нет. Когда прямо призыв к этому. Ты хочешь сказать, что я хочу, чтобы против меня никто не устоял. Даже не скажешь. Но внутренне ты же не хочешь быть опрокинутым. Любым сектантом. Ну занимайтесь. Мы священнику сразу предложим. Давайте заниматься. А мы занимаемся как? Ну вот я сейчас считал. Правда, считает какого-то Шоргунова. Ну и слова-то все правильно. А люди это принимают как элемент службы. Стоят, ходят, разговаривают, торгуют, продавец, никто не считает. Выходят, спрашивают, еще не знают. Надо отдельно после службы собираться. У нас сегодня занятия. Не все приходят. Вы-то один день уже приехали сюда. Приходите на занятия. Поделитесь, что у вас есть. Первое, это ведь христиане, они внимательно смотрели, кто зашел к ним в храм. Это в еврейской синагоге. И сразу подошли к Павлу. Братья, у вас есть что сказать к народу слова? Да помни, Павел вышел, тогда начал говорить. У нас это не принято. Мы даже зовем, не принято с этой стороны приглашать. И не принято с той стороны приходить. Да я приехал к родственникам, отдохнуть тут. Ну и отдохнешь ты? Ты основное время будешь со своими. А сейчас приходи, полтора часа. Сегодня мы опять будем заниматься. Приходите. Мы уговариваем сегодня. Завтра вы будете искать от моря до моря, не найдете. Матфея 13,54. И придя в отечество свое, учил их синагогию. Так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и сила? То есть и в родном городе он это же говорил. Он ничем как будто Христос не занимался. Мы не считаем, что он плотничал, хотя он сын плотника. Так его называли. Были у него встречи с близкими людьми. Ну пришел на несколько часов, допустим, Мария и Марфа. Чем бы мы занимались? К друзьям пришли. Ну две сестры живут. Одна на кухнище-барниче. Он с одной. Аудитория. Да в один человек. Да вы мне аудиторию дали. Да я бы по радио, я бы выступил. Один. А с одной самарядкой. Он переполнен учением. Иисус. Он учит ее одну. И приводал такие ей догматы, над которыми все дбы расшиблись. Которые не послушали Христа. И здесь одна Мария сидит. И какую она по хвалу получила? Она избрала благую часть. А раз она избрала благую часть, почему такой молитвы нет? Господи. Научи нас избирать эту благую часть. Я хочу быть похожим на Марию, которая у них сидела. Похожим на сестру четверодневного Лазаря. Нет такой молитвы вообще. Во мне никто не нуждался. Сама идея такая даже на ум не приходила. Сотни тысяч. А если это полторы тысячи лет, это миллионы монахов и священников. Миллионы. И ни одной записки даже не оставили, что мы поступаем очень и очень худо. Мы самые лучшие примеры оставили там, далеко. Царствие Божие, оно не придет приметным образом. Христос разъяснил. И не скажет, оно здесь или тут. Оно внутрь нас со Христом. Ты хочешь быть царством небесным? Хочешь, чтобы в душе была постоянная ритурия? Проси Господи, придут со мной. Я не изгоню тебя. Приди. Изгони этих бесноватых. Те, которые поселились, может, в нас. Бесноватые мысли. Это мы привыкли говорить. Хорошие вожди. А почему-то Гитлер называет бесноватым. А местный Хрущев не бесноватый. Десять тысяч граммов уничтожен уже после Сталина. Матфея 23, 16, 17. Горе вам, вожди, слепые. Которые, говорите, если кто поклянется храмом, то ничего. А если кто поклянется золотом храма, то поведен. Безумные слепые. Что больше? Да золото не храм освещающий. Ни одной буквы в службе нельзя заменить. Безумные слепые. Что дороже Библии или службы, которую монахи составили? Это к нам же и все относится. Главное благовестие. Когда человек обратится, для них тогда и литургия. Я хочу вас всех возжечь эту тоску. Чтобы внутри вы, ах, рех, ох, рех, каждый раз считая Слово Божие. Да что же с нами сделало? Да все-то у нас не так. Да мы никаким примером ни для кого являться-то не можем. Мы не ученики Христова, а поповские дети. Итак, если они удивлялись учению Христа и изумлялись, Господи, научи нас удивляться и изумляться дивным Твоим словам и наполни нас до края наших сердец, чтобы мы были истинными Твоими благовестниками. Аминь. 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 Аминь.